Приветствую вас, Александр. Прочитал я ваш текст. И знаете, собственно, вы не задаёте вопросов. Вы не спрашиваете ничего, Александр. То есть, вот вы описываете историю, вы описываете, 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 и что? Что дальше? Какой у вас вопрос, какой у вас запрос к психологу? Что вы хотите? Непонятно. Непонятно, что вы хотите. Даже непонятно, что вам, на что вам обращать внимание. На то, что вы неправильно строите отношения. На то, что вы с девушкой видите что-то для себя, что нужно вам. На то, что вы не слышите её, на то, что вы болезненно реагируете на то, что она проявляет себя не так, как вы хотите. Я полагаю, что на это можно обратить внимание. Можно обратить внимание на то, что вы зависимы эмоционально от неё. Вот я предлагаю вам ответить на вопрос. Себе, да? Самому. Вот вы хотите ей написать, да? Зачем? Она чётко сказала, что не может сразу открыться. Вот. Вы сказали, что вы давите на неё, потому что не получаете от того, что хотите. А вы должны получать? Почему вы считаете, что должны получать от неё, ну вот, собственно, то, что вам нужно, то, что хочется. Понимаете? Вот. С чего вы решили это? Мне кажется, что здесь и кроется основная беда, основная проблема. Что вы нуждаетесь в девушке, а вы нуждаетесь не в ней, точнее вы нуждаетесь в ней, а вы нуждаетесь в том, что она вам даёт, и без этого вы не можете. Вот. К сожалению. И тут нужно вам вопрос задавать, что именно вам нужно, без чего именно вы не можете, и какие чувства вы испытываете. Ну вот. Вы говорите, что вам плохо, да? Чувствуете, что связь есть. Связь может быть и есть. Но, но вы эту связь, по сути делу, сходите на нет своим поведением. Вот. И в этом контексте, в этом контексте девушка, она права, в этом контексте. В этом контексте девушка, девушка права, она говорит вам, что вы чересчур давите на неё, и ей это неприятно, ей это тяжело. Вот. Вот. А вы как будто не слышите её, не слышите того, что ей неприятно. Вот. Вот. То есть, вы слышите, как будто бы здесь только себя. Вот. Понимаете? Какая история. то есть поймите, поймите правильно меня, да? Я вас не пытаюсь обвинять в чём-либо. Я хочу вам указать на ваши ошибки, которые имеют место быть, если вы хотите, чтобы отношения у вас нормализовались. Слишком много у вас деталей, слишком много, вот вы, эм... Обращаете внимание на какие за обстоятельства и не видите всей картины, то есть что-то вы описываете, это не вся картина. Понимаете, совсем. Это вообще не картина. А картина это то, что вы достались до нее с девочкой в 10 классе. Вот. А переживали, не могли больше ее мучить, хотя она вам нравилась. И через 5 лет вы ей написали. Понимаете? Вот, вот это нужно исследовать. Понимаете? А так? Она вам ничего не должна. Вы, в принципе, тоже. Вот, понимаете, вы не свободны с ней. Вы не свободны. А под конец вы даже, по сути, уже диалог просто приводите с ней. Вот вы говорите, мне было обидно. Вот об этом подумайте. Что именно обидно было? Откуда это чувство возникло? Каковы, каковы его причины. Причины появления этого чувства. Вот. Вот надо, собственно, из этого исходить. Понимаете? А вы пока действуете немножечко в другую сторону. Вы пока действуете совсем в другом направлении, мне кажется. Реализации того, что вы хотите. Вот. То есть вам тут нужно вот разделить. Разделить вам нужно. То, что вы делаете для нее и то, что вы делаете для себя. Вот. И если вы делаете что-то для нее, то, соответственно, нужно, сделая это что-то для нее, не ждать чего-либо взамен. А у вас получается так, что вы ждете. И это ключевая проблема. Вот. Вот так, Александр. Вот так. Если честно, без вопроса, здесь даже не понятно, что именно обращать внимание. Тут вы просто перечислили, просто рассказали все и что дальше. Вот. Вот вы говорите, что спустя полчаса понял, что не могу вернуться в квартиру. Почему не можете вернуться в квартиру? Дальше. Я не выдержал, сказал ей, что видел переписку. Она офигела, молчала. Я подошел, сказал, что она мне нельзя, готов забыть об этом, начать отношения сначала без бывшего. Нельзя отношения сначала начать. Это детская позиция. Отношения сначала не начинают. Вы принимаете все, что есть. Вы принимаете этот опыт. Если у нее есть общение с бывшим, значит, есть что-то не устраивает. Вот. Ну, короче, вы очень много обсуждаете сами отношения, но не занимаетесь отношениями. Вот. Значит, вот вы обиделись, что она общается с бывшим. Обиделись вы, что вас обидело? Подумайте, вы здесь обиделись, вы там обиделись. Это определенные ожидания. Какие ожидания? Чего вы хотели? Да? Мм. Так что, я полагаю, что вот здесь с этим нужно разобраться. Вам нужно разобраться с вашими чувствами. Поговорить именно о чувствах. Не о том, что вот у вас происходит. Да? Не о фактах. А именно о чувствах. Об эмоциях. Какие эмоции, какие чувства, какие желания. А иначе это все просто не имеет смысла. Никакого. Вот. Подумайте, вот для чего вы хотите ей написать? Чтобы что? Начните с этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.